Уникальный для Нинецкого округа проект уже осенью текущего года реализуют в селе Коткино. Там колхоз Сула на собственные средства возводит ферму с беспривозным содержанием коров. Более того, она будет оснащена по последнему слову техники. Большую часть работ за людей будет выполнять ирландское оборудование, которое признано одним из лучших в мире. На строящемся объекте побывала моя коллега Мария Владимирова. 126 метров в длину и 32 в ширину. Именно такой по объёмам будет новая ферма в селе Коткино. Сейчас объект возведён под крышу. Для дальнейших работ все необходимые материалы завезены по земнику, в том числе и для пола, который будет с подогревом. По воде доставят ещё пять вагонов цемента. После завершения строительства в новой ферме разместятся 400 коров, 200 голов дуиного стада и ещё столько же телят. Все они будут содержаться без привязи, а процесс их обслуживания по большей части возьмёт на себя техника и автоматика. По бокам будут скреперные системы, здесь скреперные, здесь навоз убираться будет. Навоз будет убираться в центральную канаву и придёт лаборатория. Отдельное помещение на строящейся ферме отведут под молокосборник объёмом 3 тонны. Оттуда молоко по отробам будет поступать на переработку. Эта ферма будет оснащена по последнему слову техники. Следить за тем, пригодно ли молоко к употреблению или нет, будут компьютеры. Кроме того, через компьютеры можно будет отследить и то, готовы ли коровы к котёлу. Вся необходимая информация будет передаваться через интернет, который сюда тоже проведут. Оборудование рассчитано на дойку 240 коров в сутки, а это значит, что на переработку пойдут большие объёмы молока. Так только по производству масла увеличение ожидают до 20 тонн. То есть в год колхоз будет выпускать 45 тонн коткинского масла. Это позволит закрыть потребности не только села, но и города. Кроме того, увеличено будет и производство масла, сливок, сметаны и творога. Для муниципального образования для развития села, для благоустройства, я тоже жду какую-то определённую пользу для муниципального образования, потому как сельхозналог может быть увеличен, это зависит от прибыли. А почему для села? Потому что у нас тут есть такое негласное правило, то деньги, которые поступают от сельхозпроизводителя, они идут с пользой именно для села, для благоустройства его. Ну, там, конечно, как получится. Ферму в Коткино колхоз Сула строят полностью за счёт собственных средств. В прошлом году в его реализацию уже вложили 73,5 миллиона. В этом закупкой материала и оборудования ещё 42 миллиона. Примерно столько же потребуется на завершение строительства, поэтому цена проекта не перевалит за 200 миллионов. Часть средств на возведение объекта колхоз направляются кружной субсидии, которая доплачивается за каждый килограмм проданного жителям молока. Это 50 рублей. В масштабах хозяйства из Коткино это несколько десятков миллионов рублей в год. Как обычно говорят, чтобы начать какое-то дело, нужен первичный капитал. Естественно, если бы не было этих средств, нужно было брать кредиты и за счёт кредитов строиться. В нашей системе, как бы получается, мы одновременно ещё и судно строили. И сейчас я рассчитывал, что судно достроим, аккуратно можем будет строить ферму. Ну, так же примерно и получилось. Работать на новой ферме будет примерно 15 человек из 29, которые трудятся сейчас на ферме и молочном производстве. Но и тем, кто останется, необходимо будет повышать свою квалификацию. Для этого, отмечает председатель колхоза, необходимо проводить реформу профессионального образования в Ненецком округе. Мария Владимирова, Александр Дуркин, телеканал «Север», Коткино.